В горной мотострелковой бригаде на территории Зеленчукского района прошли учения военнослужащих. Пограничники продемонстрировали новый тренировочный горный комплекс, приобретенный в конце прошлого года. Подробности у Али Баташева. Каждый шаг приближает к вершине. На покорение скалодрома высотой 8 метров у Ивана Черкашина уходят считанные минуты. Навыки свободного лазания в подъеме и спуске, страховке, эффективного использования альпинистского снаряжения должен освоить каждый боец горной мотострелковой бригады. Штурм стены с отрицательным уклоном позволяет преодолеть страх перед высотой. До этого у нас таких комплексов не было, его только недавно поставили, но он довольно хорош. А не страшно? В первое время да. А как вы со страхом боретесь? Ну, пытаюсь как-то его перебороть. И как это удается? Ну, первое время, конечно, страшновато, но потом со временем уже привыкаешь. Прежде чем штурмовать горные высоты, важно потренироваться на искусственном рельефе. Везде свои особенности, говорит разведчик со стажем Владислав Маликов. Здесь уже зацепы, они прикреплены. А там каждый военнослужащий должен найти сам зацеп для того, чтобы забраться к верху или поставить ногу, сделать опору. Чтобы залезть на такой горный рельеф, он должен найти в себе три точки опоры и равноверно распределять усилия. Кроме скалодрома, тренировочный комплекс включает в себя навесные брусья, штанги, силовой канат. Все для развития силы и ловкости. Координацию движений военнослужащие отрабатывают на качающемся бревне. Преодоление неустойчивой опоры. Она помогает развивать такие качества, как ловкость, устойчивость. Эти качества помогают военнослужащим именно на естественном рельефе при выполнении боевых задач. Также есть упражнение рукоход, которое развивает предплечье рук для лазания в горах. Пропускная способность мобильного комплекса составляет 30 человек. Это значит, что взвод бойцов может тренироваться, не покидая расположение части, переправляться через условные препятствия и покорять новые вершины мастерства. Для любых подразделений этот навык пригодится не только для разведчиков. Он повышает физическую способность, улучшает мышление, как правильно делать надо и все остальное. Как бы этот комплекс, он во всем. Только в этом комплексе можно увидеть плюсы, минусов увидеть нельзя. А еще мобильный тренировочный комплекс позволяет отрабатывать навыки стрельбы из различного положения виса в условиях горной и скальной местности, подъеме и транспортировке раненых, боеприпасов и снаряжения. Али Баташев, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчугский район.